Уже неделю жильцы этой высотки вынуждены подниматься на своих двоих. Поскольку не каждому это по силам, люди стараются лишний раз из дома не выходить. Татьяна Николаевна на улицу теперь выходит через день. И то лишь по нужде, чтобы поставить укол в больнице. Подниматься на 14 этаж сил не хватает. Нам очень тяжело, потому что мы пенсионеры. Рядом с нами соседи у нас на площадке 7 квартир с маленькими детьми, с колясками обычно. Сейчас я даже не знаю, как они выходят. В подъезде повесили объявление о ремонте. Но когда он закончится, никто не знает. С вопросами соседи идут к консьержу. У нас аварийное состояние тросов в лифтах. Составили акт, отключили лифты. Это считается капитальный ремонт. На капремонт должна из городского бюджета быть выделены деньги. Их не выделили. И неизвестно, когда выделят. У них сейчас решается вопрос, но они нам конкретно дату не говорят. Даже ремонтные работы не ведутся. Лифты остановлены в целях безопасности жителей, пояснили в управляющей компании. Но на складе нет необходимых запчастей. И купить их сейчас без ведома собственников невозможно. Ведь ремонт капитальный. Оплатить его можно двумя путями. Предложить жителям скинуться, либо обратиться в фонд капремонта. Вот только процедура может затянуться на несколько месяцев. Соответственно, было принято решение на сегодняшнем, на данном этапе профинансировать самостоятельно, для того, чтобы как можно быстрее включить лифты, и люди смогли пользоваться. Подрядчик обещает, что на этой неделе к нему поступят необходимые запасные части, и он сможет произвести эти работы. За то время, что жителям пришлось подниматься по лестнице, коммунальщики обещают сделать перерасчет. А после пуска лифтов, общее собрание должно решить, каким образом будут возвращены средства, затраченные на ремонт. Юрий Шумков, Алексей Богданов, Городской дозор.